Монархия Вроде «Милости выливается изволил», «Прошение на высочайшее имя» и так далее. Вот среди этих канцелярских оборотов есть один, который особенно нравится тем, кто рассуждает об искусстве. Солист его императорского величества. Считается, что для любого музыканта честь – это неслыханное, и автоматически она причисляет его к небожителям. Честь в денежном выражении действительно ничего себе, но для нашей истории важно знать, что этот титул на самом деле подразумевает. Вот рабочее место его императорского величества – солистов, всех какие были. Это оркестровая яма Придворного Мариинского театра. Солист обязан был в каждом балетном спектакле, независимо от того, насколько гениален балет и с точки зрения постановки, и с точки зрения музыки, приходить ко второму акту и исполнять там скрипичное соло. А скрипичное соло, как известно, в балетах всегда именно во втором акте и помещаются. После чего солист имел полную возможность спокойно сложить скрипочку в футляр и уйти домой, исполнив таким образом свой долг перед царем, народом и отчизной. Кстати, совершенно неважно при этом, был ли солист подданным Российской империи. Так вот, не будучи ни монархистами, ни любителями, ни подданными Российской империи, здесь, тем не менее, в Санкт-Петербургском Мариинском театре отрабатывали и свое солистское жалование придворное, и свои солистские обязанности, а равно повинности, оба героя нашей совершенно неправдоподобной, удивительной, уникальной музыкальной истории. Первым здесь появился бельгиец Анри Вьетан. Это скрипач с европейским именем. Он работал солистом при Николае Первом. Это было с 1845 по 1852 год. Спустя 8 лет он снова приезжает в Россию. И, кстати сказать, его многократные приезды сюда отмечены не только сочинением, как говорят, лучшего четвертого концерта Вьетана для скрипки с оркестром, не только фантазией-апассионатой, но и многими другими интересными событиями, свершениями и приключениями. Так вот, как раз, когда Вьетан после восьмилетней паузы снова появляется в России, на этот раз уже не как должностное лицо, а как свободный художник с гастролями, на ту же самую солистскую должность, сюда, в Петербург, приглашается его коллега, тоже скрипач с европейским именем, поляк, Генрик Винявский. Очень скоро, буквально через пару лет, он станет первым профессором Санкт-Петербургской консерватории по классу скрипки. Как раз так удачно получится, что консерваторию откроют стараниями Антона Рубинштейна. А пока мы можем зафиксировать дату одной из многочисленных встреч Вьетана и Винявского, бельгийца и поляка. Они прекрасно были знакомы, часто пересекались. Много позже, в Брюссельской консерватории, когда Вьетан отойдет от дел, именно Винявский возьмет себе его класс. Но пока 1860 год. Они оба в Санкт-Петербурге. Винявский только что приступил к исполнению обязанностей солиста его императорского величества. А вот что дальше происходит? Давайте посмотрим. Ни мы с вами, ни кто-либо другой не располагает, боюсь, точными и окончательными исчерпывающими фактами, но сопоставление некоторых дат и биографических деталей позволяет предположить, что эта история могла иметь место именно в 1860 году и именно в Санкт-Петербурге, столице Российской империи. Суть же, смысл этой истории сводится к следующему. Имел место обман, подлог, преднамеренное введение в заблуждение всей мировой музыкальной общественности. И эти действия к тому же содержали признаки нарушения всех как божеских, так и человеческих законов об авторском праве, смежных правах и интеллектуальной собственности. Жуть, короче говоря. Но немного терпеть. И вьетан, и вьнявский принадлежали к ныне практически уже вымершей, очень редкой категории музыкантов. Это активно пишущие виртуозы. И тому, и другому вполне хватало и техники композиторской, и искусства, и воображения, чтобы оставить после себя весьма внушительное композиторское наследие. За вьетаном, например, числятся в общей сложности семь скрипичных концертов, два виолончельных, уже не говоря о более мелких вещах. Это очень трепетная, сложная, романтическая музыка. И за вот этой всей виртуозной историей, за аттракционами и поливами, как скрипачи говорят, очень легко читается образ умного, ранимого, находчивого и тонко чувствующего автора. Это, в общем, серьезные сочинения. Другое дело, что, конечно, и вьетан, и вьнявский краили все это на себя по фигуре, как некий идеальный костюм, в котором, собственно, и тот, и другой виртуоз хотели с лучшей исполнительской стороны показаться публике и, таким образом, в истории тоже остаться. Но это частности. Так вот, о вьетане. В списке его сочинений за номером 37, опус 37, это пятый скрипичный концерт вьетана, идет скромненькая пьеса под названием «Баллада и полонез», опус 38-й. Это примерно 11-12 минут музыки для скрипки в сопровождении одного рояля. «Баллада и полонеза» «Баллада и полонеза» «Баллада и полонеза» Ну вот такая милая меланхолическая баллада. За ней идет полонез в характерном ритме натрий. И так далее. Все замечательно. Вот одна только неприятная деталь. Стоило появиться этому сочинению, сразу оно стало почему-то объектом каких-то темных подозрений, сомнений, упреков. И дальше со временем этот вал подозрений, сомнений и упреков только нарастает. А дело в следующем. По стилю баллада и полонез абсолютно не похоже ни на сочинение Вьеттана, созданное раньше нее, ни на то, что он после писал. Вот никакого сходства. Затем он никогда не пользовался вот этим характерным, горделивым ритмом польского танца на три четверти. И ни одно другое его сочинение наименование полонез тоже не содержит. В-третьих, это клавир, только скрипка и фортепиано. А вполне могла бы эта вещь быть оркестрована с тем вкусом и размахом, какой себе Вьеттан очень часто позволял. Когда, например, оркестровал свои скрипичные концерты. Так в чем же дело? В общем, все эти неясности, дорогие друзья, объясняются на самом деле очень просто. Есть такое словосочетание, против которого бессильны и законы об имущественных, авторских, любых других правах, и любые криминалисты совершенно встают в тупик, когда им надо что-то расследовать из этой серии. Возможно, что именно в Санкт-Петербурге и, скорее всего, именно в 60-м году 19-го века, Генрик Винявский и Анри Вьеттан играли в карты. Причем, очень крупно проигравшись, Вьеттан по своему обыкновению не имел чем расплатиться и просто-напросто уступил в компенсацию, в возмещение своего огромного карточного долга балладу и полонез. Известно, что и Вьеттан, и Винявский игре были не чужды. Причем Вьеттан был достаточно сдержан, старался очень много не проигрывать и много не ставить, а Винявский действительно был настоящий азартный игрок. Как говорится, читайте одноименный роман Федора Достоевского. Но в романе ничего не говорится о произведении для скрипки и фортепиано под названием «Баллада и полонез». А нас-то как раз интересует именно музыка, которая именно таким путем, скорее всего, и перешла в собственность Анри Вьеттана. Мы никогда уже с вами не узнаем, в какую же карточную игру так здорово сыграли Вьеттан с Винявским. И с этим придется смириться. Может быть, они и вовсе не играли. Может быть, просто по каким-то необъяснимым причинам Генрик Винявский взял, да и уступил своему коллеге то, чего никогда коллеги не уступают и не дарят – музыку, со всеми вытекающими отсюда последствиями, в том числе и историческими. Бывают же широкие музыкантские натуры, которые, например, забывают в ресторанах итальянские инструменты миллионной цены. Но меньше чем за год до даты предполагаемой встречи Вьеттана с Винявским в России, в Петербурге, в Лондоне произошла история в высшей степени красноречивая, которая выдает с головой Генрика Винявского, как человека, способного на карту поставить все, и даже больше, чем все. 26-летний польский виртуоз не на шутку влюбился в очаровательную англичанку по имени Изабелла Хэмптон и сделал предложение, попросил ее руки, на что получил формальный отказ – вежливый, но твердый. Семья была очень непростая. Изабелла Хэмптон – дама с большими запросами, и, в общем, никаких доказательств того, что он может содержать свою будущую семью, Винявский не представил. Получав этот отказ, единственное, что он смог сделать – это найти в себе силы и послать Хэмптонам приглашение на свой сольный концерт. Телеграмму он его послал. Концерт должен был состояться послезавтра. И в этом концерте Винявский давал премьеру. Впервые исполнял свое новое сочинение, 17-й опус, под названием «Легенда». И надо было видеть, что делалось с Изабеллой. Она была так тронута. И все, кто наблюдал ее реакцию, просто не могли оставаться спокойными, ну, никак. После концерта Хэмптоны пришли Винявского поздравить за кулисы, и ему была сказана следующая фраза. «Молодой человек, мы видели, как вы способны трогать сердца и как вы способны любить. Пожалуйста, называйте себя нашим сыном». Субтитры создавал DimaTorzok Бедная мисс Хэмптон еще не знает, чего ей предстоит натерпеться и на что насмотреться с Генриком Винявским. У них будет пять человек детей. Она еще не скоро привыкнет к неожиданным приступам артистической меланхолии, которые охватывают ее супруга, к его неожиданным исчезновениям, к его неожиданным появлениям после этих исчезновений с раскаянием и слезами. Много разного интересного. Но не нужно быть ни экспертом-почерковедом, ни криминалистом, ни музыковедом, чтобы заметить очевидное и тем более поразительное сходство между двумя музыкальными произведениями. Легендой той музыки, которая покорила сердце Изабеллы. И балладой, над которой, правда, уже стоит совсем другое имя, но сходство от этого только заметнее. Такое сходство бывает не между двоюродными, а только между родными, братьями или сестрами. Оба произведения написаны практически в одном движении, в одной тональности, в соль миноре. И одна музыка просто является прямым продолжением другой, если послушать их вместе. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Вот эта баллада. Очень трудно будет доказать, что ее сочинил не Винявский. Есть один афоризм романтической эпохи, который многим кажется странным. В каждой мысли композитора заключена душа исполнителя, говорит этот афоризм. Вот чтобы стало понятно, что на самом деле означают эти слова, давайте еще раз пригласим для опознания легенду Генрика Винявского. И не забудем, что очень многие композиторы будущего, начиная от самых знаменитых виртуозов вроде Антона Рубинштейна и заканчивая, например, финским классиком Яном Сибелиусом, могли позавидовать умению Генрика Винявского создавать впечатление загадочности самыми простыми приемами. Ведь что может быть более манящего, чем, например, серые валуны, покрытые мхом? Баллада и полонез – это не полуфабрикат, это не листок из альбома, не набросок, не отрывок, а вполне законченное произведение. Незаконченное не имело бы той ценности, которая позволяет компенсировать столь большой карточный долг. Все вроде бы правильно, но здесь есть одна тонкость. Законченное произведение и произведение готовое – это не одно и то же. Здесь все-таки есть некоторая разница и весьма существенная. Баллада и полонез не стало знаменитым, репертуарным, широко исполняемым скрипичным шедевром, именно потому, что ей не хватает размаха. И здесь даже абсолютно все равно, чьим именем музыка подписана. Главное – именно тот размах, которого нет, и который мог бы быть, если бы законный автор этого произведения, Генрик Винявский, имел возможность сам довести до окончательной готовности свои намерения, до окончательного завершения. Давайте предположим, что Винявскому повезло в карты чуть больше. Давайте предположим, что музыка осталась при нем. Есть очень высокая вероятность, что тогда баллада и полонез звучало бы совсем не так, как теперь. Это была бы композиция для скрипки с оркестром наверняка. И чем-то она могла бы напоминать, например, собственный первый скрипичный концерт Генрика Винявского, фа-диэс-минор, с его великолепным, агрессивным вступлением скрипки, которая не входит, не врезается, а буквально врубается в оркестр. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Поскольку история у нас совершенно неправдоподобная, и я ведь предупреждал вас об этом с самого начала, не правда ли? История у нас совершенно исключительная, уникальная. Второй такой нет во всей истории музыки. То мы можем себе позволить одно весьма вольное допущение. На пару минут представим себе вот такую ситуацию. Особенно мы ничем при этом не рискуем. Что было бы, если бы Анри Вьетан по соображениям, например, корыстным, карьерным, по соображениям безграничного чистолюбия или зависти, или бог знает чего еще, у Генрика Винявского балладу и полонез действительно украл, как это обычно делается. Да что украл? Просто списал. Нашел в бабушкином сундуке на чердаке. Получил в запечатанной бутылке как послание с необитаемого острова. Как бы он тогда распорядился мыслями своего польского коллеги, если бы не был ему ничем обязан, по-честному. Если бы он мог обращаться с этими идеями, как со своими. Есть довольно-таки любопытный тому пример. Мы можем проследить, как бы развивались эти события, попади эта музыка в руки Вьетану любым другим способом, кроме того, который имел место на самом деле. Это живое доказательство, живые ноты. Поскольку история, конечно, неправдоподобная, но правдивая, непридуманная. Вот первый скрипичный концерт Анри Вьетана. Баллада и полонез могла бы звучать примерно так. Субтитры создавал DimaTorzok Детективы в истории классической музыки встречаются и почище того, которому мы с вами сегодня были невольными свидетелями. Но, дорогие друзья, прошу вас об одном. Не надо осуждать. Не надо осуждать Винявского за его бесшабашную страсть к игре, поскольку это часть его личности. Если бы он был менее азартен, и музыка его звучала бы по-другому, и слава его была бы другой, и вся история скрипичного искусства изменилась бы. Не надо осуждать и Вьетана за то, что он согласился принять этот выигрыш. Потому что долг чести – все-таки святое понятие для тех людей, которые играют честно. И хорошо, если эти слова еще что-то значат. Значит, у нас с вами есть шанс присутствовать при более или менее честных играх, не только в музыке, но и в жизни. Хуже, когда слова «долг чести» не значат ничего. И, наконец, вы же прекрасно понимаете, вы все слышали. В настоящей виртуозной игре на любом инструменте, тем более на скрипке, в сто раз больше и риска, и азарта, и острых ощущений, чем в любой самой азартной игре. Поэтому музыка все равно оставит за собой последнее слово, и в этой истории тоже. До встречи. КОНЕЦ КОНЕЦ